Добрый вечер! Мэр областного центра Александр Полошенков проинспектировал ведущуюся реконструкцию детской поликлиники на улице Кижеватого. Обновленной детской здравнице «Быть». Ветеорологи Белоруссии и Польши объединяйтесь. В Беловежской пуще обсудили сотрудничество между странами в вопросе наблюдения и предупреждения природных явлений. Зайцы-безберетники и улучшения транспортного обеспечения города Бреста. В чем взаимосвязь и каковы способы устранения данных проблем. Берестейский тракт. Путешествие на ретроавтомобилях. Ноу-хау клуба «Адам». Что год грядущий вам готовит? Предложение талантливым и мыслящим, креативным и способным детям от педагогов центра внешкольной работы. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень важной темы, которая затронет всех нас и каждого в отдельности. Тема здоровья. Здоровье наших детей. Республиканская программа модернизации и строительства в Брестской области идет полным ходом и темпов своих сбавлять не собирается. Реконструкция долгостроев, осуществление крупномасштабных программ, а также строительство и реорганизация ряда объектов здравоохранения. Наряду с расширением сети аптек, возведением нового корпуса детской областной больницы, в этом году будет завершена реконструкция детской городской поликлиники номер один, которая длится на протяжении двух лет. О том, когда поликлиника сможет принять своих первых пациентов и как дальше будет осуществляться модернизация учреждений здравоохранения, узнаем из материала Виктории Драгобецкой. 2013 год для учреждений здравоохранения города Бреста. Время крупномасштабного строительства и укрепления материально-технической базы, на которое было выделено порядка 10 миллиардов белорусских рублей. Открытие новых аптек, отделений, а также реконструкция лечебного корпуса областной детской больницы. И сегодня модернизация Брестских здравниц продолжается. Ведутся работы в городской больнице номер один по реконструкции части помещения физиотерапевтического отделения, где разместится компьютерный томограф и впоследствии ангиограф. Ведутся капитальные ремонты подстановку рентгеноборудования. Это центральная городская больница, городская больница скорой медицинской помощи, городская больница номер два. Самое значимое событие будет на конец этого года, это открытие детской поликлиники на 600 посещений смену. Почему это очень актуально? Что в настоящий момент существует дефицит мощности по детским поликлиникам 1340 посещений смену. Это довольно значимо. Завершение реконструкции долгостроя на улице Кижеватого мамы города ждут с нетерпением. Сегодня они вынуждены вместе с маленькими детьми ютиться в коридорах Брестской городской поликлиники номер один, где скучность привычное дело. Оно и понятно. Каждый кабинет работает в три смены, стеллажи завалены медицинскими карточками. У врачей нет времени для индивидуальных консультаций. В то время как лаборатория и часть диагностических служб Первой городской находятся на арендных площадях, разбросанных по всему городу. В одной дети сдают анализы, в другой получают консультацию врача, а в третьей назначается лечение. Поэтому открытие детской городской поликлиники – новость долгожданная и, безусловно, радостная. Это будет большой плюс для всех мам с малышами, потому что в одном месте мы сможем пройти всех врачей, будет новое оборудование, расширятся возможности. Не надо будет дополнительно никуда ездить, ни в какие поликлиники, больницы. На днях мэр Бреста Александр Полышенков, а также представители учреждений городского здравоохранения посетили будущую лечебницу с целью ознакомления процесса реконструкции одного из самых ожидаемых строительных объектов. Новое здание детской городской имеет площадь в несколько раз большую, чем все помещения, в которых размещаются филиалы и службы нынешней поликлиники. Около 600 маленьких пациентов смогут без суда разместиться в шестиэтажном здании. Не обойдется и без современного оборудования. Сегодня реконструкция находится на завершающей стадии и уже можно говорить о том, что в конце осени здание первой городской поликлиники переедет с улицы Халтурина на улицу Кижеватова. Поликлиника получит новые виды медицинской помощи, развивается физиотерапевтическое отделение, у нас будет водолечебница. На сегодняшний день таковой нет в городе вообще амбулаторной помощи. У нас получит развитие теплолечения, другие виды физиотерапевтического лечения. Сегодня поликлиника имеет большую степень готовности, мы имеем сегодня заказанное оборудование, имеем уверенность в том, что в этом году поликлиника будет закончена в январе месяце, она примет первых детишек. На перепрофилирование незавершенного здания детской лечебницы затрачено порядка 46 миллиардов белорусских рублей из городского бюджета. Вместе с оборудованием эта сумма увеличится до 70-75 миллиардов. К слову, реконструкцию объекта планировалось завершить в конце прошлого года. Но, по словам мэра, осуществление крупномасштабного проекта «Западный обход», возведение бизнес-центра «Дидос Персия», реставрация казначейства отодвинули окончательную дату завершения реконструкции детской здравницы, даже несмотря на то, что на здоровье детей, как правило, не экономят. Как бы там ни было, для того, чтобы поликлиника приняла первых пациентов, осталась самая малость. Сегодня практически чистовая отделка осталась. Это завершить полы на основных путях, движениях, коридоры, лестницы, наладка лифтов. Сегодня комплектуем оборудованием. Сегодня нужно завершить, нам больше по наружным работам остался объем. Проблема транспорта – еще один вопрос, волнующий маму города, поскольку добираться на улицу Кижеватого с маленькими детьми будет проблематично. Однако Александр Полушенков заверил, что перепрофилирование поликлиники повлечет за собой широкую реорганизацию транспортного сообщения. Правда, растянется она на два года. Детская городская – не последний проект в области здравоохранения, который будет осуществлен до конца этого года в областном центре. В планах – строительство новых подстанций скорой медицинской помощи в районе Речицы, а также подготовка площадок для нового рентгеноборудования и другого технического оснащения медучреждений. Будем надеяться, что, осуществляя благие намерения, руководство области и города не отвечется на более важные дела. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Предупрежден – значит вооружен. Именно такой принцип использует человек в борьбе с чрезвычайными и опасными явлениями природы. Стихия не имеет границ и не выбирает четко одну страну, область или район для своего удара. Именно поэтому сотрудничество между странами в вопросе наблюдения и предупреждения природных явлений особенно важно. Накануне в Беловежской пуще были обсуждены вопросы взаимодействия метеорологических служб Белоруссии и Польши. Подробности в нашем следующем материале. Географическая близость Белоруссии и Польши обуславливает необходимость тесного и плодотворного сотрудничества двух стран в вопросах гидрометеорологии. Природные явления не могут контролироваться и купироваться человеком, но зная о них заранее можно сохранить жизни, здоровье и имущество. Своевременность и актуальность информации в таком вопросе – залог успешности проведения спасательных операций. Именно поэтому продолжение и укрепление работы польских и белорусских служб, отвечающих за прогнозирование погоды, важно и нужно как для наших стран, так и для континента в целом. Взаимодействие у нас довольно плотное. У нас есть совместная программа сотрудничества на 2012-2013 годы, которую мы реализовываем, обмениваем все регулярные информации, особенно в плане неблагоприятных, чрезвычайных ситуаций, предупреждения паводков, ураганных ветров и прочих неблагоприятных погодных условий. Мы регулярно обмениваем все этой информации. У нас очень хорошая współпраца со всеми нашими соседями в Белоруссии, тоже в том, чтобы себя информировать об этом, что происходит. Наши радарные образы мы приказываем Белоруссии, с Белоруссии мы получаем тоже информацию о атмосфере, когда нам нужно какую-то другую информацию, более детальную информацию мы тоже получаем. У нас билатеральный договор и когда я приехал, я приехал на такую рабочую встречу, потому что мы встречаемся два кратия в год, чтобы поразговаривать, что нам нужно, что идет хорошо, где возможно сделать что-то другого, чтобы наши прогнозы были лучше. Технологии наблюдения за природными явлениями с каждым годом становятся все более современными и модернизированными. Именно поэтому за круглым столом представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды нашей страны и Польского национального института метеорологии и водного хозяйства в первую очередь обсуждали вопрос развития информационных систем, созданных для защиты от чрезвычайно опасных явлений. Есть такое понятие, что любое состояние атмосферы можно описать формулой. Это такая большая формула на много листов, формула гидротермодинамики. Называется численный прогноз погоды, когда можно рассчитать погоду по формуле. К сожалению, много таких формул, не все можно измерить, не все. Тогда подставляются какие-то неопределенные величины, что-то упрощается и получается нечто похожее на погоду. И вот такие, Польша участвует в двух консорциумах, это Космо и Аладдин. Мы сами считаем у себя четыре модели вместе с Российской Федерацией и сами с Великобританией. И вот хотим посмотреть, насколько мы точны или они точны, сравнить вот эти модели. Прогноз погоды не является панацеей от природных катастроф. Но наблюдение за явлениями, происходящими вокруг, можно назвать своеобразной профилактикой. Зная о том, что пойдет дождь, многие из нас непременно возьмут зонтик. Услышав о приближающейся жаре, скорее всего сто раз подумают, прежде чем отправиться куда-то с маленькими детьми. Прогнозируемый сильный снегопад и гололед заставят быть более внимательными водителей. И этот список можно продолжать очень долго. Человек уже привык к такому информированию и поэтому уже защищен от многих опасностей. А значит, свою работу гидрометеорологи выполняют на отлично. В конце августа штраф за безбилетный проезд увеличился в 2,5 раза. Вместо 20 тысяч белорусских рублей за проезд в любом виде общественного транспорта, нарушителям сегодня придется заплатить 50, то есть половину базовой величины. Бороться с зайцами – задача не из легких. Убедилась в этом и наша съемочная группа, отправившись в ночной рейд вместе с контролерами-ревизорами Брестгортранса. Кристина Купрякова продолжит тему. Работа контролеров справедливо считается сложной. Ведь далеко не каждый умеет справляться с таким большим посылом негативной энергии каждый рабочий день. А работникам контролерской службы приходится. Более того, большинство из них в профессии десятки лет. Каких только историй не случалось на их рабочем месте. Ведь в транспорте люди не всегда толерантны и человечны. А уж тем более зайцы. Когда дела совсем плохи, служба контролеров-ревизора вызывает милицию. Более того, два раза в неделю администрация отдела контрольно-ревизорской службы проводит рейды, чтобы лично убедиться, с какими историями сталкиваются контролеры каждую рабочую смену в борьбе с нарушителями. Особенность его заключается в том, что контролеры работают до часу ночи. С ними присутствует администрация, как правило, предприятие Брест-Гор-Транса. Ну, как правило, это начальник отдела контрольно-ревизорской службы и специалист отдела контрольно-ревизорской службы. Зачем проводится? Ну, как все знают, вечернее время больше всего без билетных пассажиров, так как все считают, что контролеры уже давно спят дома и поэтому пренебрегают тем, чтобы оплатить проезд. Вечер пятницы, ближе к полуночи, насыщенное время для так называемого отлова нарушителей. Расслабленные и слегка хмельные зайцы отказываются пройтись остановку другую пешком. Платить за проезд тоже особого желания у некоторых личностей не возникает, однако, как известно, скупой платит дважды, а в данном случае и того больше. Почему отказываемся платить за проезд? Я не отказывался. У меня просто рук не столько много, чтобы заплатить за проезд. В чем причина вашей неуплаты? Съездить с одной остановки на другую. За этих 100 метров я еще буду платить? 2000 почти? Да ну. В каждой профессии найдутся как приличные люди, так и грубияны. Понятно, что один гнилой плод портит всю корзину, но судить обо всех из-за одного-двух неприличных людей не совсем правильно. Это, к слову, про невоспитанных контролеров. Ведь сотрудники контрольной ревизорской службы выполняют свою работу, не более того. К тому же, окупаемость перевозок слишком мала, и с этим надо что-то делать. Иначе как тогда содержать транспортные системы? Я уже 30 лет работаю на этой работе. Наверное, самая большая из всех. Вот в ноябре будет 30 лет, как я работаю на этой работе. Я уже, допустим, пассажиров вижу как бы насквозь. Люди выходят, есть такие, что скажут, я с проездным отпускаю, даже не смотрю тут проездной. Другой скажет, проездной или талон потребую, потому что уже видно людей насквозь. Неужели людям надо прибегать к каким-то жестким мерам, чтобы они действительно начали тот же талон покупать? Думаю, да, надо жестко, какие-то жесткие меры принимать. Что один раз отпустишь кого-то, ну, пожалуйста, отпустите, там, просят. Ну, как бы идем навстречу. Ну, в другой раз попадаются это уже как-то... То есть попадаются одни и те же? Да, попадаются в основном одни и те же. Если человек, допустим, нарушает, он будет нарушать дальше. Это надо ему меру наказания свою давать. Заплатить за проезд значит обеспечить наш с вами комфорт и обезопасить опять же нас с вами от не вовремя пришедшего автобуса, от поломок во время движения. Но, к сожалению, не все это понимают. Ведь в месяц контролеры задерживают около 2000 безбилетников. И эту цифру можно умножить вдвое, если учесть, скольким еще безбилетникам удается уйти от контролера. Некоторые зайцы платят штраф сразу, но ведь находятся и те, кто создает конфликт, а иногда и вовсе затевают драку. Когда возникают конфликтные ситуации, люди не хотят выходить из троллейбуса, тогда ведь в любом случае задерживается транспорт. Что делать? Задерживается, да, я выхожу, объясняю пассажирам, чтобы освобождали. Это вина пассажиров, а не работников. Вы спокойно к этому относитесь? Я спокойно отношусь к этому. Вы отразные пассажиры, в том числе конфликтные, и им порой тяжело объяснить, почему задерживается транспорт. Что делать в таком случае? Что делать? Приходится немножко грубовато разговаривать тогда с такими пассажирами. Вам часто такие попадаются? Ну, я уже работаю 15 лет, знаете, довольно часто. Нагрубить контролеру под порой нелепым предлогом «у меня заняты руки» или «мне ехать всего лишь одну остановку» – дело нехитрое. Но, тем не менее, правила для всех одинаковы, и соблюдать их тоже должны все одинаково. Кристина Купрякова, Александр Ворони, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Современная мода надежды, аксессуары, обувь и авто частенько смешиваются со старыми тенденциями, обеспечивающими комфорт и отличное качество. Сегодня автомобили, на которых ездили более чем полвека назад, не ушли в прошлое. Ни одно красочное мероприятие не обходится без их участия. Посмотреть на автоизыски сегодня была возможность у всех желающих. Клуб ретроавтомобилей «Адам» начал пробег по историческим и социально значимым местам Брестского региона. Вместе с клубом отправилась в путешествие Анастасия Ноздрин-Плотницкая. На небольшой площадке у резиденции Немцевичей в Скоках, БМВ, Жигули, Волги сегодня заняли свое достойное особенное место. Авто прошлого века припарковывались активно, а хозяева между собой делились секретами спецухода за своими ласточками. Здесь действительно есть чему поучиться, ведь некоторые авто более полувека не выходили из строя и никогда не подводили своих водителей. Труд кропотливый, конечно, чтобы это все было, но фанаты, они же люди больные немножко в чем-то. Ну, кто-то пьет водку, кто-то там, понимаешь, еще чего-то делает, кто-то рыбалкой увлекается. И у меня хобби вот это железо. Вот я любитель этого дела покрутить, потому что тут проявляешь фантазию какую-то определенную. Ну, и походу мне это нравится. У меня уже в семье привыкли, что я могу пойти и в 12 с гаража, и сейчас ночью, если что-то там такое. Ну, у каждого своя фишка. Решили приобрести этот автомобиль. Дедушка, который продавал этот автомобиль, тоже со слезами на глазах с ним расставался, напоследок поцеловал и сказал, беречь его. Поэтому мы с радостью его приобрели и ухаживаем, содержим его, стараемся. Мало того, что в технически исправном состоянии, но и стремимся, чтобы он соответствовал оригиналу. В этом году клуб любителей ретроавтомобилей Адам предложил друзьям и партнерам клуба принять участие в новом проекте «Берестейский тракт. Путешествие на ретроавтомобилях», что предполагает автомобильную экскурсию по историческим местам и дорогам Прибужья. Мероприятие с удовольствием поддержали участники клуба, ведь в программе – посещение культурных достопримечательностей региона. Цель проекта – отдать справедливую дань памяти именно дорогам, трактам, без которых любой автомобиль – не роскошь и не средство передвижения, а только красивое дорогое железо на колесах. «Пробный проект путешествия на ретроавтомобилях. Мы пытаемся сохранить историю автомобилестроения и культуру прошлого времени. Соответственно, не забывать старые дороги, старое время. Поэтому проект у нас называется «Берестейский тракт». Я думаю, что он будет ежегодный. Это привлечет туристов ближнего и дальнего зарубежья. В Европе уже это модно, давно уже это поддерживается. Хотели бы, чтобы наши граждане участвовали в нашем проекте». Программа этого дня насыщена мероприятиями, ведь «Берестейский тракт» – это проект динамичный. Посещение родника в деревне Ставы, резиденции Понятовских, Чарторийских, берестейские фортификационные системы – и это неполный список запланированных объектов. По замыслу организаторов, проект «Берестейский тракт» будет развиваться и дополняться из года в год новыми маршрутами, новыми дорогами и новыми участниками. Ретроавтомобили и сегодня сохраняют свой шарм и изящество. Возможно, именно поэтому они пользуются особой популярностью. Ну что, поехали! Поехали! Научиться красиво танцевать вальсы фламенко или плести из бисера, создать свою первую, пусть и игрушечную модель самолета или стать на шаг ближе к мечте, конструируя виртуальную реальность. Все эти цели может и должен осуществить любой желающий брестский школьник. Тем более, когда в помощниках у него целая группа профессионалов Центра дополнительного образования детей и молодежи. Сегодня именно эти педагоги-волшебники провели целую серию мастер-классов в рамках Дня открытых дверей. Анастасия Стропко побывала на празднике и узнала о том, чем сегодня увлекаются школьники и что нового может предложить учреждение образования. Сегодня в Центре дополнительного образования детей и молодежи города над Бугом состоялся День открытых дверей. Программа мероприятия была по-настоящему насыщенной и разнообразной. Мастер-классы педагогов, концерт творческих коллективов, игры, викторины и конкурсы. Каждый из берестельских школьников, пришедших на праздник, смог найти для себя что-то интересное и увлекательное. Тем более, что в этом году список кружков и объединений учреждения образования еще более обширный, а главное более современный. Направлений очень много, кружков очень много. Мы предлагаем больше ста видов деятельности для детей. В этом году новая у нас польский язык, компьютер для маленьких с английским языком. В этом году мы предлагаем игру на музыкальных народных инструментах, ну и многое-многое другое. Вышивка, моделирование одежды и театральное мастерство, конструирование, постижение, азов программирование, рисование и танцы. Список предлагаемых кружков и объединений можно продолжать еще долго, и сегодня любой школьник, пришедший на мероприятие, смог не только посмотреть, как создаются пусть маленькие, но уже шедевры, но и записаться на занятия, чтобы уже через несколько дней начать работу над своим произведением искусства. И может быть, через много лет именно эти дети будут представлять город и страну на различных международных конкурсах и состязаниях. Ведь главная составляющая будущего успеха – огромное желание заниматься творчеством, развиваться и выражать себя у них уже есть. Раньше я занималась бисероприлетением, потом оно закончилось, а сейчас я решила заниматься в КВН, потом польским языком. Найти новые занятия, это иногда бывает скучно, когда там на тренировках некоторые уезжают, и поэтому нечем заниматься. Я записываю студию декор, потому что я люблю рисовать. Я хочу в будущем стать известной художницей. Как говорил знаменитый француз Наполеон, способности мало – значит без возможностей. Можно по-разному относиться к личности одиозного императора, но поспорить с этим утверждением трудно, ведь развить даже уже обнаруженный талант – задача не из легких. Именно поэтому так важны и нужны кружки и объединения по интересам. Здесь можно найти единомышленников, учителей, которые направят и подскажут, и даже учеников. А значит, те самые возможности, которые так необходимы на пути к мечте. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. В предстоящие двое суток, 8 и 9 сентября, погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. В воскресенье 8 сентября осадков на Брещене не ожидается, будет ясно и солнечно. В ночные и утренние часы кое-где сгустится туман. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 9,11, а знаком плюс. Максимальная днем от 19 до 21 градуса. В понедельник 9 сентября по-прежнему на большей части Беларуси, в том числе и в Брестской области, будет в основном сухая погода. По-прежнему ночью и утром в отдельных районах образуется туман. Ветер неустойчивый и умеренный. Температурный фон ночных часов в составе 9,11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 22 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова